Наша передача «Он воевал на бдительном» посвящена 68-й годовщине Великой Победы. И мы представляем ее на конкурс «Победили вместе». Наша передача сегодня посвящена одному из участников обороны и освобождения Севастополя, награжденного тремя орденами, двадцатью медалями Иване Митрофановиче Бочарове. Иван Митрофанович был великолепный борец, неоднократный чемпион спартакеады флота. Он входил в состав сборной команды флота Черноморского. И Иван Митрофанович был защитником обороны Одессы, Севастополя и Кавказа. Мой собеседник Александр Валентинович Иванов, депутат Ленинского районного совета, мастер спорта по борьбе. Он долгое время тренировался под руководством Ивана Митрофановича Бочарова. Александр Валентинович, а что послужило поводом, что был награжден Иван Митрофанович орденами и медалями? После окончания учебного отряда Бочарова назначили командиром на эсминец бдительный, который достраивался в Николаеве. Как из разговоров с Иваном Митрофановичем, он хорошо рассказал, что я хорошо помню, как расчет нашего кормового орудия, а это 13 человек, сбил вражеский самолет-торпедоносец, говорит Бочаров. Шли мы тогда в районе Керченского пролива. Вдруг из-за блоков вынырнул торпедоносец и, прижимаясь к воде, пошел на эсминец кормы. Докладывать на мостик и ждать приказания на открытие огня уже не было времени. Для самолета оставалось метров 800. Мы, командиры орудия, имели в таких случаях право действовать самостоятельно. Я дал команду на открытие огня. Снаряд попал прямо в кабину пилота. Самолет на наших глазах разлетелся на куски и упал в море. За меткий выстрел и сбитый вражеский самолет Ивана Бочарова наградили орденом Красной Звезды. Иван Митрофанович Бочаров был примером для мальчишек. Но он очень редко рассказывал о своих боевых подвигах. Но и служил примером для многих борцов. Большинство из них стали чемпионами Советского Союза, чемпионами Украины, России, крупнейших международных соревнований. Александр Валентинович, а кто из наших ребят, с которыми вы вместе тренировались в спортивном зале Черноморского флота, под руководством Ивана Митрофановича, добился самых высоких результатов? Чемпионами стали Владимир Гулюткин, чемпионом мира он стал. Много мастеров спорта, более 100 мастеров спорта подготовил Бочаров и Иван Митрофанович. Здесь, которые тренерами уже стали его бывшие ученики, это такие, как Роман Пипе, Александр Кобзарь, Михаил Рожок. Мы отметим, что многие из них носили звание чемпиона Советского Союза. Иван Митрофанович, ему было присвоено звание заслуженный тренер Советского Союза, заслуженный тренер Украины. И целый ряд спортсменов под его руководством прежде всего стали настоящими людьми, руководителями спорта. Руководит в Дагестане, именно в сельском хозяйстве, работал в министерстве сельского хозяйства, был директором колхоза. Это Албеков, который был мастером спорта, призером крупнейших международных соревнований. Многие из наших борцов гордятся тем, что их тренировал участник Великой Отечественной войны, ординоносец Иван Митрофанович Бочаров. Защитник обороны Севастополя. Действительно, в то время мы начинали заниматься спортом. И у нас целая плеяда тренеров, руководителей флотского спорта, севастопольского спорта участвовали в Великой Отечественной войне. Были они участниками обороны Севастополя. Это и Аркадий Макарович Макеев, тренер по боксу, заслуженный тренер Украины. И Иван Митрофанович Бочаров. Руководил спортивной ротой во время обороны Севастополя Дмитрий Красников. Он был награжден орденом Ленина. Иван Митрофанович мне рассказывал такую историю, как он познакомился с таким знаменитым человеком, как Красников. Он выступал как раз на соревнованиях и проходила у них схватка, где у него был сильный соперник. И когда Иван Митрофанович стоял на борцовском мосту, тот приподнял его и ударил головой. Ну, как он говорит, не сдержал гнева и отпустил в его адрес крепкое слово. Такой выходки ему не простили. Прекратили поединок, сняли соревнования. А кроме того, он получил разгон от самого Красникова. Тут необходимо сделать отступление, чтобы понять силу и значимость урока, полученную молодым флотским борцом. Дмитрий Васильевич Красников вошел не только в энциклопедический словарь Севастополя, но и в историю советского спорта, Великой Отечественной войны. Тот участник гражданской войны, талантливый и разносторонний спортсмен. Он в 1922 году на корабельной стороне создал спортивный клуб, объединивший тогда более 100 человек. Иван Митрофанович был любимцем полковника Горпищенко. Одна из улиц нашего города названа именем полковника Горпищенко. Одна из красивейших улиц Севастополя. А Горпищенко очень любил борьбу и часто бывал на соревнованиях, на спартакиадах флота. И так как в каком стиле проводил поединки Иван Бочаров, он всегда поздравлял его. И тем более Иван Бочаров служил под руководством полковника Горпищенко. И очень приятно, что Иван Митрофанович гордился тем, что его командиром был знаменитый полковник, участник обороны Севастополя, один из руководителей обороны Севастополя, полковник Горпищенко. Иван Митрофанович во время войны был ранен в ногу. И только благодаря своей силе воли он спас ее, сохранил. Да, мне вот при разговоре, так вот в беседах с Иваном Митрофановичем, он рассказывал, мне когда его ранили, то ногу ему врачи говорили, мы тебе ее ампутируем. Но силой воли, характером, который человек проявил в этом, он не дал себе отрезать ногу. И сам ее себе спасал. То есть различные, придумывал для этого какие-то упражнения, то есть растирал массажи там. Ну, пытался все время это вот. И в итоге он ее восстановил и трудился на спортивном покрыще. Что ж, с каждым годом все меньше остается участников Великой Отечественной войны. И одно из любимых стихотворений Ивана Митрофановича было вот это четверостишня. Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Это сердце стучит сквозь года и века. Эта трасса нигде не бывала легка. И победная весть, и усталость, и стон. Это все марафон, марафон, марафон. Он под грохот летавр, волей славы рожден. Древнегреческий марафон, 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 марафон. Только мир не знавал беспощадней пути, Что пришлось нашим людям в Европе пройти, Где наградою стало спасение земли, Где к победному финишу все не пришли, Но запомнил весь мир Свет победных знамен Вероический марафон, 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 марафон. Все как в жизни надежда и радость и боль, И терпение хлеб, и усталость, и соль. В майке лидера новое время спешит, Вечный двигатель сердце людское стучит. Продолжается марафон, 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 марафон. Марафон, 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 марафон. Субтитры создавал DimaTorzok